здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я хочу с вами поделиться своим рецептом горячих бутербродов он у меня необычный и такого способа приготовления бутербродов я в интернете не видела поэтому если вы попробуете то я больше чем уверена что вы не пожалеете и будете всегда готовить по моему способу всем приятного аппетита а по данным ценам в принципе основной набор продуктов это хлеб сыр масло яйцо молоко сахар а все остальное по вашему выборов может быть и вот у меня допустим краковская колбаса я нарезала репчатый лук курочку я вчера запекала и кусочек у меня остался тоже мясо порезала потом сырокопченая колбаса соломкой порезала помидор если нет помидора можно его заменить кетчупом соляный огурец порезала и соломкой и порезала еще тоненькими такими пластиночками вот толстый только толстый не надо резать ну и что как делать сейчас покажу так ну что мы делаем выливаем одно яйцо в глубокую тарелочку потом я добавляю немного сахара немного да да не соли а сахара слегка взбалтываем яйцо соль сюда вообще не добавляю а потом добавляю молоко холодное теплое не тут неважно можно из холодильника ну такое количество молока теперь у нас с вами задача все это аккуратно прям белкой взбалтать далее поставили сковородку на огонь и далее время согреться ну вот я прям на большой включил чтобы это все быстрее было и да уже уже все согрелось а сейчас немножко нужно убавить огонь так ну такого количества масла достаточно что дальше делаем убавляем огонь до среднего наши бутерброда не подгорели и начинаем вот в этой нашей с вами замечательный субстанции замачивать хлеб так хорошо его промочили потом слегка немножечко отжали и на сковородочку все так у нас теперь с вами задача почему я делюсь этим рецептом я вижу все время я вижу конечно видео интернете я тоже смотрю и вижу что все это делается на одном яйце а на одном яйце ребята это конечно тут на любителя моем понятие это будет очень жесткая хлеб не такой мягкий будет так 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 и складываем и еще кусочек сюда наверно встанет так так да вот теперь нужно немножко убавить огонь чуть меньше среднего у меня огонь сейчас так ну хлеб у нас с вами с одной стороны вроде пожариться должен сейчас посмотрим бледненький но ничего вот а здесь хорошо прожарился как всегда с одной стороны ничего с другой стороны не очень так теперь добавляю вот этот наш кусочек еще вот так вот кладу в разные ямки по кусочку чтоб у нас он совсем не присох вот еще отрежу сейчас хлебушка масло сюда положили вот сюда забыли и вот сюда так и дальше начинаем с вами вот я вам сейчас покажу абсолютно разные бутербродов вот так на этот я положу колбасу и помидор вот так и пару кусочков сыра вот на этот я положу сырокопченую колбасу вот чуть-чуть буквально репчатого лука чуть-чуть так и тоже пару кусочков сыра так следующий у меня будет бутерброд это будет с курочкой вот положу курочку вот тоже немножко репчатого лука чуть-чуть лучок должен быть тоненько порезан иначе иначе будет не очень так сюда мы кладем соленый огурчик который порезали соломкой и тоже пару кусочков сыра вот теперь у нас пойдет еще один будет с колбасой вот сюда мы положим наш соленый огурчик вот такой уже вот и опять пара кусочков сыра вот так что мы еще не сделали а что мы еще не сделали это вот когда мы были молодые я делала я делала вот такие бутерброды просто кладу кетчуп мажу прям без колбасы да и накрываю сыром а еще я люблю вот лично я люблю просто с сыром без всего вот посмотрите и у нас с вами вот такая красота получилась что же мы делаем дальше если вы помните наши бутерброды жарятся на среднем огне и вот теперь что я делаю я вот теперь еще добавляю вот так вот по чуть-чуть прям по чуть-чуть кругом водички и накрываю все это крышкой и достаточно прям буквально 3 3 минутки максимум 5 и будет у нас с вами красота ребят ну вы представляете вот такая красота получается все огонь я выключаю и сейчас все это выложим на тарелку а самое интересное вы помните какое количество нарезанных продуктов у меня было оно у меня еще у меня еще тут на кучу бутербродов осталось только хлеб успевай подрезать даже в чем хлеб макать осталось там может быть еще чуть-чуть песочка добавить и молочка яйцо уже больше добавлять не буду и буду продолжать производство бутербродов вот я теперь вам хочу показать насколько они нежные сыр тянется тянется если откусывать а вкусные ребята всем приятного аппетита очень рекомендую попробуйте мой рецепт вам обязательно понравится всем пока вам я понимаю что подписчики мне не просят да поэтому делюсь с кузей и показываю вам да что кузя по-честному все дала ну у нас не поваляешь не поешь да кусь очень вкусно это очень вкусно скажем вам только очень мало да дуа дуа всем приятного аппетита а дуа